Ваше информационное поле мозаичное, сильно раздроблено. Я преподаватель. Такие предметы, как общество знания и в меньшей степени история, детям нельзя сдать вне либерального контекста. То есть я должна преподавать только либеральный контекст, допустим, общество знания. Когда в жизни они встречают или в интернете ваши ролики, еще какие-то, еще какие-то множество мнений, молодежь, вот тут личный пример не помогает. Они начинают говорить, слушайте, ну кругом шизофрения, мы хотим быть вне политики, все дураки, все врут одинаково, и ты, и ты, и ты, и те, и те, и те. И вот что делать в этой ситуации? Как говорится, есть две точки зрения, неправильная и моя. Точно так же и тут. Есть принципы и идеи, которые вы отстаиваете, несмотря ни на что. Они правильные, вот правильные. И другим доверяться нельзя ни в коем случае. Есть в информационном поле те, кто соответствует вашей точке зрения. Либерализмом в этой жизни все не ограничивается. Точно так же, как не ограничивалось коммунизмом. Вот мы внутри коммунизма занимались, например, оперативной работой. Оперативная работа глубоко аморально. То есть подсматривать, подслушивать и вербовать людей, заставляя их предавать родных и близких. Это как-то сочетается с кодексом строителя коммунизма? Нет, не сочетается. Ну, правда, когда Феликс Эдмондович говорил про горячее сердце, холодную голову и чистые руки, он не шутил, потому что по-другому ты там работать не можешь. Либо у тебя есть совесть, и ты против подонков пользуешься методами подонков. Ну, да, так устроена жизнь. По-другому жить нельзя. Потому что всегда есть негодяи, которые хотят убивать других, грабить, воровать и прочее. Ну, это же не значит, что я должен переходить, пользуясь их методами. Я на их сторону не перехожу. Я не такой, веду я себя не так. А самое главное, я преследую совершенно другие цели. Есть что-то плохое? Есть. Не хотите вы, дети, заниматься политикой? Политика займется вами, вон как на Украине. Отлично занялась. Сначала попрыгал на Майдане, а теперь получил повестку, и он уже там с простреленной головой в очередном котле лежит. Не хотел заниматься? Ну, не надо. Я не знаю, мне как это, мне как мужчине проще общаться с мальчиками. Мальчики, повторюсь, они на личный пример смотрят, вот раздвинув глаза. Всегда раздвинув рот и глаза. Не знаю, по-моему, ну, не могу сформулировать. Есть идеи правильные, которые надо отстаивать. Когда они видят железную убежденность вас, идейную, они и за этим потянутся. Несмотря на то, что вы женщина. То есть для мальчика вот это, стержень, это всегда самое главное. Есть масса примеров, почему этот самый либерализм не работает и работать не будет никогда. Как большевики нам рассказывали, что погодите, вот сейчас эти родимые пятна капитализма отомрут, закончатся люди, которые жили при царе, и общество станет другим. Не закончится и не станет. Оно себя восстановит в основных чертах, которые были при царе, как восстановилось при большевиках. И восстанавливается сейчас, как было при коммунистах. И никуда не денемся мы от этого, потому что это мы. Это мы носители этих идей. И дети будут их носить. Это они пока молодые, они у вас маленькие и кривляются. А дальше, когда во взрослую жизнь пойдут, там быстро станет все понятнее.